В последнее время мы все чаще узнаем из средств массовой информации и социальных сетей о бесчеловечном отношении людей к животным. Бездомных собак и кошек травят, расстреливают, калечат и, что самое страшное, нередко в этот процесс бывают вовлечены дети. Сегодня темой нашей программы мы выбрали неоправданную жестокость по отношению к братьям нашим меньшим. Откуда она берется и можно ли ее искоренить? Попробуем разобраться. Потому что корма нет. Вот, вот смотри, вот окон сухой. И вот была команда, да, на 200 грамм на собаку кормить. Сутки. Эта история прогремела на весь мир. В приюте с таким ласковым и добрым названием «Дружок» от голода и холода массово гибнут собаки. Отловленные на бюджетное средство в рамках муниципального заказа, здесь они должны были обрести второй дом и спасение от гибели. Но по факту все вышло наоборот. От голода псы даже поедали себе подобных. Ну как загрязать собаки? Раз, поцапали, все, загрызли. Со слов рабочего приюта Валерия, все трупы он по приказу директора приюта складировал вот в этом сарае. Это подтверждают и эти кадры. Здесь хорошо видно останки десятков растерзанных собак, сваленных в одну кучу. Видео не для слабонервных. Чтобы собрать и вывести все туши, волонтерам понадобилось несколько часов. Именно зоозащитники первыми забили тревогу и обратили внимание на этот лагерь смерти. Всю ночь вывозили собак. Люди простые. И волонтеров было много. До четырех утра вывозили собак. Кормили кого могли. Вот оставшиеся разбежались. Кого-то просто с цепей поснимали. Сейчас надо тоже их забирать. Это просто ходячие скелеты. Горы трупов вывезены отсюда. В то время, когда вокруг приюта разворачивались эти ужасные события, его директор Валерий Золотарев спокойно отдыхал в Таиланде. По возвращению в Благовещенске его встречали уже в аэропорту люди в форме. Золотарева обвинили по статье 245 в жестокое обращение с животными. Суд признал владельца центра виновным и приговорил к трем годам колонии поселения. Однако обвиняемый обжаловал вердикт суда и окончательного решения по данному делу еще не принято. И это лишь один показательный пример людской антигуманности по отношению к беззащитным четвероногим. У нас есть какая-то волшебная вера в то, что наказание способно человека вылечить. Нет, оно этого не делает. Оно единственное, что может его изолировать от других, в тот момент, когда он от них опасен, это раз. Во-вторых, оно может его озлобить. В-третьих, оно может его перевести в такую категорию или в такой социальный слой людей, где ты адаптируешься к тому, чтобы быть человеком, который стоит по другую сторону от закона. Он ее убивает. Он ее просто убивает. Он ее убил. Это видео сняли соседи и выложили в соцсети. Ролик посмотрели сотни человек. Кто-то просто посочувствовал, но нашлись и те, кто не смог пройти мимо такого поступка. Практически сразу волонтеры выехали на место случившегося и вызвали полицию. Что? Где собака? Ну, ковыряй, иди ты, смотрите, я не обедаю. Что ты меня снимаешь? Сейчас полиция сюда придет. Обед для этого мужчины оказался важнее, чем жизнь собаки. По словам очевидцев, своего питомца пенсионер не кормил. Пришлось животному добывать пищу самостоятельно. Из-за голода пес напал на курицу. И это и стало причиной издевательств. Соседи говорят, что эта собака у него не первая. Хозяин меняет их регулярно. И чем заканчивается судьба четвероногих, неизвестно. Собаку он закрывал, просто баррикадировал на ночь, видимо. И в этой будке, прямо в этом курятнике. Волонтеры забрали раненую собаку и увезли в ветклинику. Сейчас ей ничто не угрожает. Зоозащитники уже ищут новый дом для хвостатого питомца. А по факту жестокого обращения с животным в полиции начали проверку. Здесь жестокость. Здесь, наоборот, их травят, убивают. И неизвестно, что их ждет. Это страшная смерть. По словам зоозащитников, последние месяцы поселок-аэропорт превратился в настоящее гетто для бездомных животных. Здесь их травят ядом, стреляют из пневматического оружия. А за смерть собаки или кошки предлагают 100 рублей. И вовлекают в этот процесс детей. Местные жители говорить на камеру отказываются. Боятся мести. Ребенок в силу возраста может и не понимать, какую жестокость он творит. В случае, если вы заметили хоть какую-то агрессию у своих чад по отношению к животным, специалисты рекомендуют немедленно обращаться к психологам. Но в первую очередь необходимо проанализировать, что происходит внутри семьи, детском саду или школе. И он такой постепенный процесс, который начинается не с мира детей. Он начинается с мира взрослых, потому что дети на самом деле воспитываются не словами. Они воспитываются поступками взрослых. И по сути дела, я не знаю, там с того, что мы учимся решать конфликты, допустим, в семье, таким путем, где мы договариваемся, не с того, чтобы подавляем волю друг друга. А с недавнего времени жителям одного из домов поселка Аэропорт и вовсе запретили кормить животных. Для полной уверенности, чтобы истребить всех четвероногих, в подвале пятиэтажки закрыли все продухи и рассыпали отраву. Кстати, первые жертвы этого террора уже есть. Приехали волонтеры, забрали в клинику. Врачи пытались ее спасти. Сказали, такое сильнейшее отравление. И под утро нам написали, что кошка погибла. Очень сильное отравление было. Но это не единичный случай. По всем этим фактам полиция проводит проверки ситуации на контроле общественников. Но все-таки благодаря неравнодушным людям и волонтерам, многих животных, даже покалеченных, удается спасти и пристроить. Хочется верить, что благодаря нашей программе свой дом найдет и герой нашей новой рубрики «Отдам в хорошие руки». А после вас ждет очередной совет, как правильно дрессировать своего питомца. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до свидания. Вот эту мамзель зовут Герда. Чуть, ну, немножко, года полтора, наверное, стерилизованная, привитая, ориентированная человека в том плане, что ласковая в меру. То есть она знает, где чужой, но знает, где свой. То есть там, где дети, изумительно бойкая, такая, вы знаете, носится для движения. Там, где есть дети, там это будет просто шикарная собака. И охрана в том числе обязательно. Здравствуйте. Мы продолжаем заниматься с вами дрессировкой. И сегодня у нас на очереди команда рядом. Первое, что нам необходимо, показать собаке, какую позицию мы хотим от нее получить. Принцип здесь работает абсолютно точно такой же. У собаки не должно быть много вариантностей. Мы будем поощрять собаку только при нахождении все время в одном и том же месте. Это когда плечо собаки касается вашей ноги. Да. Сначала мы позицию будем накармливать. Да. Рядом. Неважно, стоите вы или двигаетесь, собака выполняет команду рядом. Рядом. И в движении вы добиваетесь точно того же положения. Данный щенок делает это упражнение первый раз. Да. Да, молодец. Да. Рядом. Хорошо. В конце будет хорошо разгрузить собаку. И люблю делать разгрузку, когда вы работаете команду рядом в движении. Почему? Потому что сама по себе команда рядом, она достаточно утомительная. И ходить длительное время в одной и той же позиции для собаки сложно. Они начинают нюхать цветочки, отвлекаться. Но когда собака будет знать, что после команды рядом, вы можете в любой момент убежать, следить за вами она будет намного лучше. Потому что есть шанс потерять свою еду. Посадку у ноги я делаю отдельно. Та-дам. Движение у ноги я делаю тоже отдельно. Так. Рядом. На этом сегодня все. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин